Таких насыщенных новостных выпусков не было давно. Такое чувство, что наши издатели прямо заговорились и решили выпулить за последнюю делю все, что только можно было на предзаказы, да еще и припорошить это целой пачечкой анонсов. Но начнем мы с зарубежечки, поэтому потерпите, хотя тут много интересного. И да, всем привет, с вами Юра, и вы смотрите Geek Media. С учетом того, что на этой неделе нас ждут сразу два стрима по настольным ролевым играм, начнем с новости про ДНД. И в ближайшее время выйдет новое огромное приключение Vekna Eve of Ruin. И это будет 250-страничный буклет с новыми монстрами, локациями, персонажами. И это будет эпическое приключение для персонажей с 10 по 20 уровень. Действие этого приключения будет проходить в разных частях мультивселенной, а главным антагонистом, как вы поняли, будет сам Vekna. Шутки про то, что Vekna выбрал в глаз, пишите в комментариях. Саш сказал, что ему не хочется рассказать про это, несмотря на то, что процесс идет на Бекерките. Это тоже предзаказная или краудфандинговая платформа такая. И это должно было случиться рано или поздно, и вот Манчкин получит бигбокс. В этот бигбокс входит база Манчкина. Манчкин 2, 3 и 6. И, кстати, в далекие годы, в начале 2000-х, Манчкин как раз и закончился для нас, когда мы добавили в него 3-4 доп, и благодаря им вся игра пошла куда-то по швам. В бигбокс также войдут 2 набора сайдквестов и модуль босса Манчкина. А также там будет 2 игровых поля, одно для подсчитывания уровней в оформленном виде подземелья, а второе для расположения ваших карт, такой как... такой органайзер небольшой. В коробке будет больше 650 карт, и некоторые из них ранее не выходили. Ну и там будут еще всяческие кубики, павны, счетчики. А мы, в свою очередь, ждем анонса от Хобби Волда на большую коробку Манчкина. Все больше игр получают настольные адаптации, и вот игроделы добрались до Реймона. Подробностей пока не так много, но это будет кооператив, и за основу будет взята Реймон Леджинс. А автором игры будет выступать Максим Тардив. В 4 веке до нашей эры Новохадоносор II, царь Вавилона, хотел почтить свою молодую жену и отстроить ей сады с прекрасными цветами и зеленью. Поэтому он призвал самых выдающихся архитекторов своего царства, чтобы испытать их изобретательность и воплотить в жизнь свою идею создания того, что станет одним из семи чудес древнего мира. В игре Вавилон вы возьмете на себя роль выдающегося архитектора и будете добывать камни и самые лучшие материалы, чтобы воспользоваться ими для строительства своих объемных многоуровневых садов. В конце игры тот игрок, который представит царю самый впечатляющий проект, будет объявлен победителем и назван величайшим архитектором королевства. Выглядит прикольно. Паблиш о периш. В этой игре возьмете на себя роль ученых, и будете искать артефакты, изучать свидетельства и публиковать свои труды. И вам нужно будет постараться в условиях жесткой конкуренции в академической среде, которая называется «Опубликуй или погибни», повлиять на понимание того, для чего и почему была построена Мачу-Пикчу. В ходе игры вы будете расставлять исследователей, которые будут собирать карты улик на территории Мачу-Пикчу, а затем использовать карты улик в поддержку своих различных интерпретаций прожилого Мачу-Пикчу. И все это для того, чтобы сделать публикации и получить различные бонусы, при этом стараясь уменьшить воздействие вашего влияния на исторический объект. В этом году, и вроде бы как каждый год, к Эссену выйдет новая игра Владимира Сухи. Действие игры Рефаса происходит в третьем веке нашей эры на территории современного Ближнего Востока. Сейчас Рефас лежит в руинах и находится на территории Сирии, но в те времена это был большой укрепленный форпост в пустыне, который процветал как один из важных пунктов на караванных путях. В игре вы станете купцами, которые будут отправляться в деловые поездки, покупать и продавать товары в различных городах региона, а в самой Рефасе не было на тот момент местных источников воды, поэтому город в значительной части зависел от больших цистерн для сбора весенней и зимней дождевой воды, чтобы сделать всю эту местность пригодной для жизни. И вот игроки как раз будут строить эти резервуары для воды и проводить каналы, чтобы распределять воду в нужные места. В городах самих вы будете строить мастерские, чтобы помочь своим предприятиям развиваться, и, соответственно, получать ресурсы и верблюдов. Между предприятиями также будут строить сады, которые будут приносить вам больше ресурсов и победные очки. Игра эта на карточном движке, в ней 6 раундов всего, и в каждом раунде у игроков будет всего по 3 действия. А с другими настольными зарубежными новостями, а именно кикстартерами, геймфаундами и так далее, вас познакомит Саня. Всем привет! Неделька не то чтобы громкая на проекты, но бог войны таки стартанул на геймфаунде, и грех на него не посмотреть. Симон уже делали разные подходы к адаптации видеоигр, и я бы не сказал, что это у них хорошо получилось с карточными Бладборном и Богом войны. В то же время, когда ребята решались идти проторенной дорожкой и смотреть в сторону исполнения с миниатюрами, то получалось весьма неплохо, и Бладборн тому пример. А вот Бог войны меня смущает. И смущает сильно. Первое, что бросается в глаза, это дуэтная игра. Не путать с дуэльной, она дуэтная. И при этом у игры хорошая соло составляющая. Есть дополнение, которое расширяет состав игроков до 4, но не думая, что это нужно. С другой стороны, парочка новых героев для дуэтной игры почему бы и нет. Как знать, может еще чего добавить расширяющего, кроме монстры. Ну, давайте дальше. Скандинавская диалогия о Боге войны славится своим сюжетом. Да, его гораздо больше, чем в греческой трилогии. И да, я знаю, что там еще 4 спин-оффа, но фактически история кратца, это всего 5 игр. Так вот, в скандинавской диалогии весьма неплохо ребята поработали именно над сюжетом. Не забыв при этом про боевочку, которой всегда славилась серия. Правда, на мой скромный взгляд, в DMC боевочка покруче будет. А что мы наблюдаем здесь? Полное забивание на историю. У нас есть протагонисты, есть антагонисты, и наша цель их валить. А их валить нас. Вот и весь, собственно, сюжет в коробке. Но там же есть колоды сценариев, можете сказать вы. Но эти колоды в первую очередь это искусственный интеллект врага. Кто и как активируется. По сути, это пресеты на игру в виде карты, набора монстров и их поведения. Да, в сценариях сценарию могут меняться некоторые механики, цели и так далее. Но суть-то не меняется. Давайте посмотрим на наших героев. Здесь как бы тоже все не очень весело. Базовая коробка это от Ray Kratos. Все. Больше там ничего нет. С одной стороны, это все по канону, не придерешься. Для каждого персонажа есть возможность индивидуальной раскачки и создания билдов. Но там не то, чтобы прям много вариантов. Для каждого героя предусмотрено всего два слота под какие-то апгрейды. В дополнение к основным способностям. В соло тоже два. И при этом скиллы смешаны. Выбрать, конечно, будет. Из чего и даже побольше, чем по сути в дуэтном режиме. Но этот микс далеко не всегда рабочим может быть. Но несмотря на то, что у вас есть какая-то кастомизация персонажей, не стоит ждать, что от Ray будет нестись на врага с топором наперевес. Хотя, если посмотреть на соло режим, когда вы, по сути, всегда носитесь вместе и по факту отыгрываете сразу двух персонажей, то разыгрывая определенную комбинацию карт, вы получите эффект от Ray несущегося с топором. Ну, просто потому что миниатюра будет одна. Вообще, по идее, там должна быть общая миниатюра от Ray и Кратоса. Но, как знать, как знать, может даже ее не добавят. Хотя, вроде обещали. Я вполне допускаю, что вы уже поймали себя на мысли, неужели все так плохо. Нет, не плохо. В игре очень хорошая механика, которая дает хороший простор для маневра. Хорошо выстроена синергия между персонажами, в рамках которой вы будете хотеть вместе валить монстру, ведь это максимизирует полученные бонусы. Что ж там такового хорошего в механике, вы можете спросить. Да все просто. Развитие своих боевых колод. Ведь, по сути, перед нами это просто карточная игра, куда добавили два кубика, просто для того, чтобы хоть как-то рандомизировать получаемые бонусы. В самой игре вы будете просто тянуть карты, на базе этих карт будете активировать способности, будете развивать своего персонажа, что будет увеличивать ваш лимит руки, количество жизни и развивать, в принципе, ваши уникальные способности. Все это действительно круто сделано, но это не похоже на бога войны. Нет какого-то ощущения драйва и кровищи, которая всегда сопровождает эту серию. Заменить сеттинг и станет ли игра от этого хуже, не думаю. Потому что там действительно есть такие задумки, которые не привязаны к сеттингу. И это будет другая игра в другой вселенной, но она будет хорошей. И вот здесь то же самое. Просто здесь, наверное, больше играет разочарование от того, что от бога войны ждешь чего-то большего. С другой стороны, Cool Mini War Note решили не задирать цену на эту игру. Вот такие вот дела. Ну а мы едем дальше. Там же на GameFound идут сборы средств на MindBug BattleFruits. По сути, это тот же самый MindBug, но с новыми колодами. Ну, а почему бы и нет? Unmatch по сути ровно так же развивается. Просто используют знакомые IP. Итак, новые выпуски MindBug добавляют новые механики. Например, сбор, который позволит собирать Актонит с карт. И как только с карты будет убран весь Актонит, будет активна какая-нибудь уберспособность. Ну, например, просто взорвать всех монстров противника, который выложен. Также вы сможете перекидывать этот Актонит с одного существа на другое, чтобы активировать ее способности. Короче говоря, вариантов работы с новым ресурсом положили. И это позволяет крутить достаточно интересные комбо. Также в рамках этой кампании появляется доступ к командой игре 2х2. У вас меняется лимит карт на руке и в колоде. При этом количество жизней у команды прежнее всего 3. Но все не так просто. Ребята заморочились и в рамках этого режима сделали специальные карты, которые работают для синергии. Например, если у вашего партнера выложено существо силы меньше 5, то команда противника теряет одну жизнь. Но главное разыграть такое существо вам. Как применено в подобных играх, игровые наборы совместимы со старыми. Но смотрите аккуратно, ведь можно получить передозировку от механик. Ну и вы вольны выбирать наполнение. Можете взять только свежий набор, который стоит всего 35 евро. А можете залететь на весь набор, включая различные промки, коробки для хранения. Но это уже 240 евро и выглядит это внушительно. Ну а если хочется чего-то карточного, кооперативного, но при этом достаточно кризисного, то добро пожаловать на Kickstarter, где идет сбор средств на One Hit Heroes. Это достаточно простая в освоении игра. Вы берете под управление героев, которые пытаются пройти несколько последовательных боев с боссами для совершения игрового эпизода. Базовые коробки, которые минуют с первым сезоном, всего 3 эпизода. Ну а если взяли, то лучше, наверное, брать с эпилогом, потому что это, по сути, четвертый эпизод, который смешивает вообще все, что происходит. Ну, короче, там прям круто будет. В будущем эта линейка явно расширится новыми дополнениями, но пока имеем то, что имеем. Так что же в этой игре такого, спросите вы? А все на самом деле просто. Это чистой воды соуслайка. Вы выходите на бой с боссом, имея на борту всего одну жизнь. И любое неосторожное движение отправит вас к братцам. Как я уже говорил, игра очень простая. Вы выбираете героя, берете 5 карт из колоды, в свой ход можете разыграть до 3 карт. И при этом после завершения хода идет активация босса. Но что он будет делать, вы знаете, так как перед вашим ходом открывается его карта, и вы знаете, что ждать. Вот как-то так. Он будет увеличивать шкалу агрессии от того или иного героя, лечиться, наносить урон и так далее. Ну, то есть все будет зависеть от его колоды карт, которая никак не шафлится. И в принципе, если это не первый подход, вы всегда будете знать, что вас будет ждать в будущем. Вот такая вот она просчитываемая. Единственное, там есть кубик, который рандомизирует попадания. И вот тут может быть больно. У каждого босса есть определенное количество здоровья, которое нужно будет снизить до нуля. Ну, что логично. Но в игре есть два типа урона. И уровень здоровья отдельный для тяжелых и легких травм. Тяжелый урон можно будет поменять на легкий один к одному, а вот легкий в тяжелый не переделать. Каждая травма у босса будет увеличивать шкалу вашей агрессии. И тут нужно быть очень аккуратным, так как атаки босса могут быть привязаны к определенному значению на шкале. Да еще и кубик, который приходится бросать, может прям слабо попортить ситуацию. Но после победы над боссом вы вскроете бустер, откуда вытащите карты, и заберете оттуда по сути две, добавив их к колоду, которую будете использовать в своих будущих боях. И так до конца эпизода. И так будет происходить после каждой битвы с боссом, если что. Ну а для совсем жестких ребят всегда есть возможность обнулять весь прогресс. Правда, в правилах этого нет, но кого это когда останавливало. Так как после каждого босс-файта вас ждет скрытие бустера с картами, то к концу эпизода у вас будет очень большая стопка всяких вкусностей, которыми можно неплохо рандомизировать будущие партии в лучших традициях рогаликов. И да, вы можете формировать эпизоды самостоятельно на базе того, что есть в коробке. Вот рассказываю, а самому аж купить ее хочется. Так, все, хватит стекать слюной. Это все на сегодня. Всем спасибо. Юра, тебе слово. Саш, спасибо, ты красавчик. А я по хорошей традиции поблагодарю всех тех, кто поддерживает наш канал. Ребята, большое вам спасибо. Это очень важно для нас. И мы благодарны вам за то, что вы нас поддерживаете. Мы, в принципе, все это делаем только потому, что вы с нами. И спасибо тем, кто ставит лайки, пишет комментарии. И, конечно же, в первую очередь тем, кто нас поддерживает на бусте. Ребята, вы большие молодцы. А мы для вас творим кучу всего интересного. В частности, на прошлой неделе выложили веб-семинары для покраса для новичков миниатюр в ваших настольных играх. И много чего еще. Переходим к нашим. Фабрика игр сегодня открыла предзаказ настольную игру Пенумбра Испытания Арканы. Это комплексная настольная игра, мир которой многим может напомнить вселенную Гарри Поттера. В ней вы станете волшебниками, отправитесь изучать магию в учебные заведения. А параллельно будете ходить в соседний город, закупаться артефактами, собирать ингредиенты в темных лесах. И все для того, чтобы изучать и творить заклинания, варить зелье и призывать волшебных питомцев. А потом вам нужно будет пойти в сложные испытания, где нужно будет побеждать монстров, приручать волшебных тварей и проходить различные лабиринты. Все это на смеси различных механик, от выставления кубов до прокачки планшета и создания комбинаций карт-заклинаний, для того, чтобы получили себе уникальные цепочки эффектов. Обзор прототипа игры, кстати, есть на канале. Чучу Геймс сегодня открыли предзаказ на настольную игру «Чертежи Безумного Короля Людвига», где, как и в игре про родительницы в замках Безумного Короля Людвига, вы будете архитектором, выстраивающим самые необычные замки. Только теперь вы будете выбирать комнаты и чертить их на полупрозрачных листочках. Более подробно можете посмотреть в обзоре у нас на канале. На площадке Краут Репаблик правильные игры запустили предзаказ на настольную игру «Зельеварение». И это уже новая версия классической отечественной игры, только теперь она обзавелась игровым полем, где ваши алхимики будут передвигаться в поисках мест силы. И обзор, не поверь, также есть на канале. Мипл Хаус на площадке Краут Репаблик запустили предзаказ на настольный карточный варгейм «Долг Троян». Это настоящая тактическая игра, где, как и в варгеймах с миниатюрами, вы будете набирать себе на очки армию. И каждый отряд в этой армии будет представлен картой, которая выкладывается на стол и потом маневрирует по столу, воюет с отрядами противника, и в игре много фракций, а с дополнением еще больше. А второе дополнение добавляет еще и в игру элементы ландшафта в виде лесов, холмов и даже крепостей. Обзор на канале будет завтра, обязательно посмотрите. Кстати, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. На прошлой неделе у нас вышло 8 роликов, и на этой снова будет море контента. Если вы еще и колокольчик прожмете, то точно ничего не пропустите. А нам будет приятно, а вам не сложно. Лавка игр открыла предзаказ на новую версию Дюны Империи, которая будет иметь под заголовок «Восстание». Там ждут нас переделанное игровое поле, управляемые шайхолуды, обновленные карты и так далее. А еще там будет специальный режим для игры до шести игроков. Космодром Геймс открыли предзаказ на настольную игру «Памперо». Это комплексная экономическая евро-игра с карточным движком, где вам предстоит стать владельцем энергетической компании в Ругуае и заложить основу энергетической независимости страны. Вы будете строить ветряные электростанции и возводить электровышки, чтобы вырабатывать энергию для себя и позволить получить излишки соседям. У вас будет планшет с слотами, в него будут вкладываться различные карты. В зависимости от того, какую карту, какой слот вы ставите, у вас будут различные действия. Игра на предзаказе идет сразу с двумя дополнениями. Хобби Уолт выпустит на русском языке дуэльную версию «Воин черной розы». Как вы понимаете, это будет коробка меньшего размера и рассчитанная именно на игру двух игроков. Кстати, ее компоненты полностью совместимы с «Воинами черной розы» возрождения. И они смогут разнообразить вашу большую коробку. Стиль жизни выпустит на русском языке настольную игру «Art Project». Это кооперативная игра от одного до шести игроков, в которой игроки будут противостоять злобной корпорации, занимающейся хищением произведений искусства по всему миру. Задача игроков — спасти все украденные произведения искусства, заполнив ящиками спасенных шедевров все специальные слоты на игровом поле до того, как кто-либо из игроков не потеряет все очки жизни или не закончится колода карт миссий. Каждый ход игроки будут решать, кто и в каком порядке будет сначала разыграть карты с руки, получая или тратя очень уграниченные висусы, а затем перемещаться по карте в поисках украденных шедевров, сражаясь с преступниками и вербой союзников. Издательство «Эврикус» выпустит на русском языке настольную игру «Волчок, прячь бачок». Это настольные прятки для детей. Вы соединяете две части коробки и расставляете на ней дерево, кустик, горку и домик. Это игровая площадка. Один из игроков становится волчком, а остальные игроки его — друзьями-зверятами. Игроки из-за зверят будут прятать свои, соответственно, зверят за частями игрового поля, а волчок потом через специальные маски с прорезями будет пытаться их найти. Также «Эврикус» создаст на русском языке настольную игру «Йокайскетч». «Юкайскетч» — это игра для двух игроков, и цель её на сборе сетов — набрать больше очков, зарисовывая неуловимых лесных духов. Игра состоит из двух колод карт. Четыре вида «Юкаев» находятся в одной колоде, и, соответственно, карты с эскизами в другой. Собирая правильные комбинации карт, вы получите победные очки. «Роллинг Геймс» выпустят на русском языке игру 2000 года, которая называется «River Dragons». Это забавная, веселая игра, в которой могут играть одновременно до шести игроков, где вы будете выкладывать на игровое поле камушки, а на них выкладывать дощечки, чтобы ваш человечек пробежал с одной части поля на другую. И при этом в игре много конфликтностей, потому что вы своими карточками можете подрезать у оппонентов доски, выбивать их камни и, в принципе, сделать так, чтобы они оказались в воде. Кто первым добежал до пункта назначения, тот победил. Также «Роллинг Геймс» выпустит настольную игру «Фьорды». И это игра, которая состоит из двух фаз. В первой фазе вы будете все вместе, ну, как практически в Каркасоне, выкладывать игровое поле. И на этом игровом поле также вы будете одновременно выставлять свои поселения. А потом вторая фаза игры, где вы в этих поселениях будете стараться выставлять своих викингов, или, как мы их назвали, стриме вилкингов, потому что у них виллы, для того, чтобы у вас их осталось как можно меньше. Кто-то, кого меньше викингов останется в конце игры в запасе, тот и победил. И вы своими викингами можете перекрывать дорожки другим викингам, чтобы они никуда не попали. Также они анонсировали большое дополнение к игре «Маглив Метро». И это первый сет с картами. В нем находятся три двусторонних игровых поля, каждый с своими уникальными игровыми механиками, в том числе меняющими ваш планшет, на котором вы прокачиваете себе технологии. Обзор на базовую игру есть у нас на канале, а подробности этого дополнения можно посмотреть в стриме, который был у нас на прошлой неделе. Краудгеймс выпустил на русском языке игру «Бикон Патрол». Это игра, которая напомнит вам немного каркасон. В ней вы будете выкладывать тайлы, плавая корабликом по игровому полю, и получать очки за окружение нужных символов на карте. А еще они анонсировали дополнение «Канун времен» для настольной игры «Земля с Казани», который будет содержать несколько модулей, которые можно опционально добавлять в игру. Вы встретите новых сильных союзников, пройдете по новым картам местности, опробуете уникальные сценарии игры, обновленный одеженочный режим и кооперативный режим. И, соответственно, вот такое модульное дополнение. Будем ждать, что в нем конкретно, потому что фотографий пока того, что там внутри, нет. Совсем недавно вышел обзор на пинумру. Посмотрите его вот здесь. Вот это игра отечественной разработки, стоит внимания. И также можете смотреть стрим с Rolling Games, которые приходили к нам в студию и показывали свои новинки, если вы хотите узнать сразу про три игры поподробнее. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока.